Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы уже рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Премия за духовное возрождение присуждена главой государства, коллектива учреждения культуры, археологический музей Берестия. Почетная награда, результаты активной и продуктивной деятельности по сохранению национального культурного достояния и созданию обновленной экспозиции филиала музея. Возвращение спустя века. В музее истории города начал экспонироваться подлинный экземпляр Брестской Библии, которую подарил в честь празднования Тысячелетия Бреста президент Белоруссии Александр Лукашенко. Народный артист России Леонид Юкубович представил Брещанам документальный фильм «Незабудки. Бессмертный авиаполк». В Бресте стартовала акция «Во славу общей победы», посвященная 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом и многом другом смотрите прямо сейчас. Премия за духовное возрождение присуждена главой государства, коллектива учреждения культуры, археологический музей Бересте. Почетная награда – результаты активной и продуктивной деятельности по сохранению национального культурного достояния и созданию обновленной экспозиции филиала музея. Торжественная церемония вручения премии состоялась в столице в присутствии первых лиц страны. Насколько ожидаемой была такая оценка для большого творческого коллектива, какие планы и перспективы определили для себя сотрудники музея, Анастасия Наздрин-Плотницкая отправилась в Бересте. Подробности в первом материале выпуска. Удивительный раскоп XIII века привел в Бересте увлеченных путешественников из Санкт-Петербурга. Дружная семья – Кирилл, Наталья и их маленькая дочь Лиза приехали из мировой музейной столицы, чтобы открыть для себя удивительный старинный город, найденный здесь при раскопках еще в советские годы. Экспозиция впечатлила гостей из города на Неве. На самом деле, раскоп площадью более чем 1000 квадратных метров – одна из главных достопримечательностей музея. Однако после пережитой реконструкции Бересте стало еще интереснее. Сотрудники учреждения стараются сделать экспозицию более интерактивной и доступной, а еще не проводят здесь различные массовые мероприятия. В дни празднования тысячелетия в Бересте был настоящий аншлаг. Огромный музей едва вмещал такое количество гостей. Организаторы подготовили творческую программу, которая не смогла оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Это мероприятие стало кульминацией всего творческого и креативного, что было запланировано до 2019. Однако на этом администрации и специалисты музея останавливаться не спешат. Высокая награда станет мотивацией для очередных достижений. Вот эта премия, она получена коллективом нашего музея, действительно заслужена, потому что уже более чем на протяжении 35 лет сотрудники филиала археологического музея Бересте, сотрудники Брестского областного кровеческого музея в целом работают над сохранением исторической памяти, работают над сбором археологической коллекции, ее пополнением, ее экспонированием, изучением. И, конечно же, в первую очередь работы по сохранению археологического раскопа, который является главной ценностью нашего археологического музея. Только за прошлый год Бересте посетило более 64 тысяч гостей. Музей привлекает и взрослых, и детей, но искренний восторг последних не заменишь ничем. Дети, наверное, наибольшие, да, которые удивленными глазами кричат «Вау!» буквально, вот, как оно там оказалось, вот это, наверное, да, наиболее, их, как бы, трудно переоценить, их эмоции, настолько искренне и непосредственно, поэтому, да, всегда они, как бы, радуют и интересны сами по себе их реакции. 2020-й только начался, сотрудники музея уже готовятся к весенним праздникам, чтобы в очередной раз порадовать горожан и гостей областного центра интересными и запоминающимися мероприятиями. Анастасия Назарин-Плотницкая, Дород Букуноч, Александр Макаревич. Итоги недели. Возвращение спустя века. В музее истории города начал экспонироваться подлинный экземпляр Брестской Библии. Он был представлен широкой публике на этой неделе. Напомним, Брестскую или по-другому Радзивилловскую Библию подарил в честь празднования тысячелетия Бреста президент Беларуси Александр Лукашенко. Словом, чтобы увидеть священную реликвию, нужно поспешить. Выставка будет работать в течение трех месяцев. Почему так ограниченные сроки экспонирования, расскажем прямо сейчас. Проделав огромный путь, она вернулась в Брест. Горожанам показали самую таинственную и ценную книгу Беларуси. Оригинал Брестской или Радзивилловской Библии. Ее напечатали в 1563-м. За четыре столетия священную реликвию окутывало немало тайн. Шедевры белорусского книгопечатания будут храниться в специальной витрине, аналогов которой в Беларуси нет. В активных витринах с активным микроклиматом, по-перше, звичайно, есть автоматика, которая контролирует вильготность и температуру, и ее меняет. То есть, например, в помешкании вот тут сегодня теплее. Мы с вами надыхали, камеры со светлом працуют. Это все вплывает на то, что температура повысилась, и вильготность, хочу за все, так само повысилась. Хотя, с початку утраницы, как мы зашли, было наоборот все. Было еще прохолодно и довольно сухо. Вот это все автоматично витрина повинна выращать. Витрина разработана нашими минчанами, и Библия будет находиться в этой витрине три месяца. Затем мы ее изымаем из экспозиции, переносим в специальный изготовленный для нее контейнер, где она будет продолжать храниться оставшиеся месяцы. А в следующем году такая же процедура будет произведена, потому что, согласно инструкции хранения стародруков, мы, конечно же, не имеем права хранить постоянно на свету эту замечательную книгу. В настоящее время в мире известно о 120 экземплярах Брестской Библии. Но в основном это неполные копии, фрагменты отдельной страницы. В идеальном состоянии экспонаты хранятся в библиотеке Кембриджа и Вильнюса. Непревзойденный шедевр белорусского книгопечата ни отны не есть и на своей исторической родине. Он не просто хорошо сохранился, но и оставил следы многих пользователей. Я признаюсь вам честно, что, конечно же, наверное, не имеет значения, в каком музее эта Библия бы хранилась. Самое главное, я всегда мечтала об этом, чтобы эта Библия вернулась к нам в город. Ну, конечно, мы горды, и тут нечего скрывать, что Библия все же будет храниться в музее истории города Бреста. К уникальному артефакту мэр Бреста Александр Рогачук относится особенно. Исторический раритет поможет развивать Брест с туристической точки зрения еще сильнее. Работа по наполнению городского музея истории новыми уникальными экспонатами будет продолжена. Ведь кроме Библии на территории нашего города было напечатано около 40 различных произведений светского и религиозного содержания. Брещане получили из рук главы государства уникальный подарок, и теперь очень важно этим уникальным подарком правильно распорядиться, чтобы максимальное количество людей видело этот раритет, и чтобы это не было во вред хранения этой книги. Поэтому вот эти три месяца, которые мы можем экспонировать, это уникальное издание, мы совместим с пиками туристическими в наш город. Понятно, это май, понятно, это июль, день освобождения, понятно, это январьские каникулы. То есть мы постараемся максимально использовать это уникальное издание как элемент привлечения людей в целом в музей истории города. Музей истории города мы будем наполнять раритетными экспонатами. Наше законодательство, бюджетное законодательство предполагает приобретение раритетов в том числе за счет и бюджетных средств. Поэтому, вероятно, каждый рубль, вложенный в эти раритеты, он потом отдастся сторицей, не обязательно финансовым результатам, а что-то останется у кого-то здесь, у кого-то здесь, а кто-то просто по-другому посмотрит на историю своего города. Брестская Библия – это не просто полторы тысячи страниц, не просто текст Святого Писания. Это символ величия Бреста и наших предков, богатой книжной и художественной культуры, поддержки достойных культурных инициатив на протяжении столетий. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном, важном и интересном. 2020 год – особенно знаков для людей, живущих на постсоветском пространстве. С трепетом в душе и особым волнением они встречают 75-летие Великой Победы. Белорусы много говорят о тех трагических сороковых. Не просто так, когда практически каждая семья недосчиталась отца, брата, мужа, когда в огне или под пытками во время карательных операций погибали целые деревни, когда маленькие дети из белорусской глубинки становились подопытными для жутких и страшных экспериментов фашистов. Можно ли это забыть? Нет. 9 мая 2019 года глава государства дал старт акции «Во славу общей победы», посвященной 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Проект поддержали предприятия и организации по всей стране, в том числе и Белорусская железная дорога. Накануне в Бресте ее представители совместно с почетными гостями, настоятелем всехсвятского прихода, протеереем Федором Повным и народным артистом России Леонидом Якубовичем провели большое мероприятие памяти. Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Эхо войны до сих пор отзывается на белорусской земле. Великое Отечественное стало одним из самых страшных и трагических этапов 20-го столетия. Испытав столько горя, столько беды, люди продолжали верить в то, что наступит мирный день. И он наступил 75 лет назад громогласно и торжественно. Времени властно над величием победы 45-го. А в год 75-летия задача каждого из нас – сделать как можно больше, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. Мы можем быть братьями и сестрами и в любви ко Христу, и в любви к земному Отечеству. Мы все искренне радуемся той великой победе, несмотря на то, что скорбь о павших до сих пор деликат. Этот праздник, праздник победы, по духу напоминает Пасху, потому что была побеждена смерть. Акция «Во славу общей победы» – это большой проект, главная задача которого – объединить всех тех, кто неравнодушен к исторической памяти, особенно деятелей культуры и искусства, чтобы запечатлеть живых свидетелей войны, чтобы узнать как можно больше правды о тех страшных событиях. Фильм «Незабудки. Бессмертный авиаполк» Леонида Якубовича – один из тех примеров, когда малоизученные факты становятся достоянием общественности. История легендарного женского авиаполка тронула Леонида Якубовича до глубины души. В ноябре 1943-го вот здесь был высажен десант. Маленький пятачок. Три с половиной километра по ширине и полтора в глубину. Что здесь творилось, можно назвать одним словом – адская кухня. До 19 атак каждый день наступающие шли отсюда туда, пытаясь сбросить десант в море. Часть съемок была сделана на территории Беларуси. Чтобы поддержать проект, Леонид Якубович приехал в Брест и рассказал об интересной, но такой непростой работе. Убежден, что по раншим временам кто-нибудь снял бы такой потрясающий фильм. Дело в том, что когда высадился десант в Крыму, в Керчи, тоже, между прочим, вода холодная, осень, а не ой. И девочки летали поддерживать с воздуха. И одна из них, кроме бомб, бросала письма, записочки. Все равно кому. Уважаемый, да, боец, ля-ля-та-паля. И бросала, и бросала, и бросала, и бросала, и писала очень трогательные совершенно вещи. Через полгода он решил ее найти. Он ее нашел в тот день, когда ее убили. Его подвели к этому памятнику в могилке, вот только что выродной. С этими письмами он постоял полчаса, весь матрос, тельняшка, пулемет и слезы. Легендарная история, так если подумать. В этот день было сказано много важных слов. Звучали песни военных лет. Экспромтом, зато души и сердца. Особенно трепетно из уст ветеранов, каждый из которых сегодня настоящая легенда. Всю страну колыхает война, О тебе вспоминает жена, Напевает колоком в краю, А разведшку вечную свою. Воевав за мир, каждый солдат той страшной войны мечтал увидеть новый светлый день. Без бомбежек, развивающуюся страну, чистый и уютный город. И сегодня задача каждого живущего – не предать это стремление. И делать все возможное, чтобы уверенно двигаться вперед. Город Брест, он всегда растворение победы. Он всегда ассоциативно ассоциируется прежде всего с Великой Отечественной войной. Я обещаю, что город Брест всегда будет на уровне. И лучшей памятью тем героям, которые выиграют войну, будет наш яркий, красивый, современный, богатый город Брест. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорт Букуночь, Александр Макаревич. Итоги недели. Продолжаем выпуск. 115-му зенитному ракетному полку исполнилось 70 лет. История части берет свое начало в послевоенном 1949-м. Тогда начал свое формирование 817-й отдельный кадрово-зенитный артиллерийский полк. Важным событием в жизни части стало вручение в 1959 году боевого знамени полка. И тогда личный состав части поклялся хранить его как зеницу ока, как святыню, как свою честь. Все эти 70 лет небо над тысячелетним Брестом прикрывает зенитный ракетный полк. Накануне в областном общественно-культурном центре состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею полка. О тех, кто в ответе за мирное небо, расскажет Виктория Нечаева. Эти военнослужащие готовы в любую минуту защищать воздушные границы родного города и страны. Каждый из стоящих в строю 115-го зенитного ракетного полка – профессионал своего дела. А потому неудивительно, что личный состав не раз становился лучшим среди соединений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Ежегодные военнослужащие с высоким качеством выполняют задачи на полигоне «Ашулук» в России. О росте мастерства брестских ракетчиков говорит и тот факт, что последние два года за боевые пуски соединение получает оценку «отлично». ТО-15 зенитный ракетный полк отличает то, что данный полк является одной из лучших воинских частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. На протяжении нескольких лет полк занимает лидирующие позиции, постоянно занимает первые места среди воинских частей зенитно-ракетных и вообще в командовании военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В знаменательный день хотелось бы пожелать полку, личному составу, во главе с командиром полка, подполковником Ленисовичем Виталием Григорьевичем, чтобы полк и в дальнейшем занимал такие же высокие места в боевой подготовке, в воинской дисциплине и являлся образцом для всего личного состава командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и являлся флагманом зенитно-ракетных войск в целом. Торжество, посвященное юбилею образования соединения, прошло в Брестском областном общественно-культурном центре при участии почетных гостей – представителей органов власти, командующих полком в разные годы, личного состава ветеранов. Хочу поздравить вас с этим юбилеем, с Днем Счастья и сказать вам спасибо не только за высокий уровень боевой подготовки, а за ваше глубокое, в хорошем понимании, проникновение в городскую среду. Вы вместе с нами, вы на многих мероприятиях, проводите большую работу в учреждениях образования и особые слова за совместную работу по подготовке города к Ищерезию. Ваше участие в экологических акциях, ваше участие в благоустройстве наших объектов, поверьте, все это достойно уважения. Прошел службу от командира взвода стартовой батареи комплекса С-200 до старшего офицера управления идеологической работы ВВС ВСПВО. Службу начинал лейтенантом. Было очень интересно, не скажу, что тяжело, но очень было интересно. На торжественном собрании личному составу полка, а также ветеранам службы вручали награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Хочу всех военнослужащих, кто служит в 115-м ракетном полку, поздравить с 70-летием полка, пожелать всем крепкого здоровья близким, уюта и доброты всеми и удачи во всем и всегда. Завершил торжественное собрание праздничный концерт. Выступили лучшие творческие коллективы и исполнители, а также военнослужащие соединения. Ведь это небо, это наша жизнь. Мы часовые воздушных границ. Гордимся службой войска ВВС. Дороже всего, армейская дружба, дороже всего, дороже всего. Круглые сутки, словно часовые на посту, военнослужащие противовоздушной обороны несут свою нелегкую службу. В 115-м зенитном ракетном полку каждый, будь то офицер или новоиспеченный солдат, остаются верными традициям части. Здесь растят достойную смену. Прохожу службу с мая прошлого года, занимаю должность водителя топа геодезиста нашего дивизиона. Служба, в принципе, проходит интересно. За это время научился больше самостоятельности, больше ответственности. За это время все стали уже родные, и как и коллективы военнослужащие, которым срочные службы, так и командиры, все стали одной семьей. Виктория Нечаева, Дород Букунович, Александр Макаревич, итоги недели. Еще со школьной скамьи мы часто слышали от родителей и учителей фразу «выпрями спину». Все знали, что сидеть прямо – это хорошо, а сгорбившись – плохо. Но в детстве такие нарекания нас зачастую раздражали. И зря. Ведь осанку нужно беречь с молоду. Кстати, этой теме сегодня уделяется большое внимание в учреждениях образования города. Наш корреспондент Мирослава Коваленко побывала на уроке в средней школе номер 6 областного центра и на занятиях в модельной школе. Она узнала, как связаны красота и здоровье. Проницательный взгляд, легкая улыбка и шаг от бедра. Всеми тонкостями подиумной походки эти юные брещанки только начинают обучаться. Но с первых дней занятий в одной из школ красоты областного центра они слышат о правильной осанке. Именно ровная спина станет залогом успеха будущих моделей. Поэтому любой урок здесь начинается со специального упражнения на осанку. Конечно, ровная спинка, лопатки вместе, ручки красивые. Поэтому у нас есть такое интересное упражнение, называется стоечка у стеночки. То есть мы ставим девочек у стены. Нужно, чтобы голова касалась стены, лопатки касались стены, пяточки касались стены. Девочки стоят ровненько и чувствуют, что все у них вытягиваются вперед. То есть нужно представить, что через позвоночник проделана ниточка, которая все время тянет тебя вверх. И после этого, когда ты стоял у стены, нужно отойти и сделать шаг. Ты будешь понимать, как нужно ходить и дефилировать ровно, с ровной спиной. Самое главное, чтобы девушки постоянно чувствовали эту ниточку в позвоночнике на занятии или просто на прогулке. Такое положение спины должно войти в привычку. И тогда человек почувствует, как он меняется в лучшую сторону. Осанка действительно делает нас более красивыми. Ведь когда мы стоим с сутулиными, наша фигура, она как бы округляется и полнит. А когда мы выпрямляем спинку, у нас замечается маленький прогиб. То есть появляются округлости, становится визуально больше грудь и попа. Ровная, красивая спина, во-первых, это красота. Во-вторых, это уверенность в себе. Ну и, конечно же, это здоровье, безусловно. То есть у нас нет никакого давления на позвонки. Мы красиво ровно идем, мы легко дышим, потому что грудная клетка тоже у нас та, расширяется, и мы хорошо дышим. Безусловно, осанка очень важна для девушки, для любой. Но правильная осанка важна не только для девушек. И еще со школьной скамьи за ровной спиной своих детей следят и родители, и преподаватели. В средней школе номер 6 уже второй год дети обучаются по методике базарного. Принцип прост. В ее основе специальные парты, по-другому – конторки. Начинали мы с трех конторок, которые есть в каждой школе. Они регулируемые. И мы обратили внимание на то, что дети с большим удовольствием по очереди занимаются за этими конторками. Закупили коврики массажные, на которых дети стоят. Специфика заключается в том, что во время урока ребенок несколько раз меняет позу. То есть 10 минут урока он находится сидя, 10 минут урока ребята стоят. Они разуваются и в носочках стоят, на ковриках. Это получается как массаж стоп. Смена нагрузки на позвоночник и массаж стоп. Этот дуэт дает поразительные результаты. Ведь многие ученики начальных классов страдали от сколиоза и плоскостопия. За год занятий по этой методике половине ребят был снят устрашающий диагноз. Большой плюс в том, что дети сами понимают важность вопроса здоровой осанки. Дети между собой уже настолько привыкли, что они могут договориться тихонечко и поменяться во время урока сами без команды учителя. То есть уже такое переживание еще было в том, что будет шумно в классе. Но к нашей радости дети уже настолько привыкли, что во время смены вот этих динамических постов у них нет. По этой методике у нас еще есть офтальмологический тренажер, то есть для глаз. Дети постоянно находятся в движении, не только работают глаза, но и руки в это время. И постоянное движение, я считаю, что осанка у детей от этого. Вы сами посмотрите, они действительно ровненькие. Специалисты утверждают, из ста человек только один имеет безупречную осанку. А это значит, что только он сбежит проблем со здоровьем в будущем. Потому каждый из нас, независимо от возраста, должен помнить, ровная спина – залог красоты. А главное – здоровье. И неважно, модель ты или дворник. Новогодние и рождественские праздники стали поводом уделить внимание тем, кто этого действительно заслуживает. За последний месяц в областном центре прошло более сотни мероприятий в рамках республиканской акции «Наши дети». Представители вертикали власти, общественные организации и предприятия города старались никого не обделить вниманием. Дети с особенностями развития, сироты, многодетные семьи и просто талантливые брещания были отмечены грамотами и получили подарки. В эти дни в Бресте набирает обороты традиционная акция «От сердца к сердцу с добротой». О том, что совершать добрые дела никогда не поздно, материали Мирославы Коваленко. Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района Бреста вместе с Попечительским советом традиционно является организатором ряда благотворительных мероприятий в рамках акции «От сердца к сердцу с добротой». Ее основная цель – протянуть руку помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Участниками мероприятия становятся дети-инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи. Акция заключается в том, что мы помогаем, приемная категория людей, помогаем материально. Мы продолжаем эту акцию, которая проводится в республике «Наши дети». Вот, собственно говоря, она и направлена на поддержку. Особое внимание мы уделяем именно деткам, которые имеют особенности развития. И вот эта акция ежегодная наша «От сердца к сердцу с добротой» само название говорит о том, что мы пытаемся хоть немножко поделиться радостью, теплом с нашими детьми, которые требуют и хотят, чтобы внимания, и особенно в эти новогодние праздничные дни. Участие в благотворительной акции приняли 50 брестских семей. От членов попечительского совета территориального центра Московского района каждая получила по 100 рублей. Неоценимым для каждого из них стало внимание от предприятий города и общественных организаций. Мы присутствуем первый раз на таком мероприятии, потому что нам еще будет только 18 лет. Поэтому хотелось бы, конечно, в первую очередь, поблагодарить администрацию Московского района за то, что предоставляется такая возможность и отдых детям, которые всегда идут навстречу родителям, всегда настолько отзывчивы и учащливы в нашей жизни. И, конечно, огромное спасибо, что им удалось организовать такое потрясающее мероприятие и организовать участие детей, действительно создать для них такой праздник. Нуждаются в чуде и в добре все, наверное, взрослые и дети. Наше предприятие «Предскопуга» занимает активную общественную позицию. Мы участвуем в всех городских мероприятиях, мы помогаем учреждениям здравоохранения, образования, поддерживаем малоимущих пенсионеров, ветеранов. И сегодня мы тоже не могли обойти это наше мероприятие, в котором мы сегодня все присутствующим, и, конечно же, вручить Толику добра. Для участников акции выступили детские коллективы города, а также известные дуэты. «Димушка, димушка, а как хороша, это радость, 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 радость!» За период новогодних и рождественских праздников общественными организациями, предприятиями города, вертикалью власти, Белорусским республиканским союзом молодежи и представителями Брестской епархии была проделана колоссальная работа по поддержке детей и их семей. За это время материальная помощь была оказана сотням маленьких жителей города и области. И это внимание – лишь маленькая часть той большой любви, которая дарится на протяжении всего года. Такие акции нужны и важны, в том числе и для поддержки талантливой молодежи. Ведь молодежь – это наше будущее, уверен председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук. «Опираясь на лучшую молодежь, на элиту молодежной среды, это беспроигрышный вариант движения города вперед. Сегодня в этом зале я не сомневаюсь, уже априори успешные люди в будущем. И наша задача, задача власти, чтобы эти молодые ребята свои планы на будущее обязательно строили в рамках реализации его в городе Бресте. Своих амбиций, своих талантов, своих планов. Поэтому задача власти – бережно культивировать их стремление быть первыми. Задача власти – поддерживать их финансово, как это сегодня, морально». Впереди еще много праздников, а это значит, что будут воплощены в жизни еще больше добрых дел. Ведь зачастую для их свершения не нужно особого повода. Вирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова